Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру Итак, сегодня мы читаем 21 главу Как поток воды, так сердце царя в руке Божией Куда он хочет обратить, туда и направляет его Здесь Соломон сразу начинает с рассуждения с того, что обращается к воле Божией и воле человеческой и говорит удивительную вещь Как поток воды, так сердце царя в руке Божией И куда он хочет обратить, туда направляет его Конечно же, сразу возникает образ, очень понятный Это образ орошения земель в Египте, в Месопотамии, в Палестине того времени То есть можно так прокопать на огороде эти самые ямки, да, эти лунки И пустить по ним воду, и можно управлять водой То есть туда, куда она должна течь, туда она и потечет Человек управляет водой на своем поле И орошает поле так, как ему удобно И также направляет Господь в сердце царя В то же время Сам Соломон в своей жизни совершал ошибки И нельзя сказать, что Господь таким образом управил его сердцем, чтобы он совершил ошибку То же самое, отцы, например, спрашивали, когда комментировали этот текст А как же грешные цари в Израиле, которые воцарились после Соломона Их сердца тоже были в руке Господней И как же тогда быть, как вообще тогда говорить о грехе и свободной воле человека И вот разные были ответы Например, был ответ, который говорил о том, что сердце праведного царя в руке Господней То есть царь должен быть таким, чтобы его сердце было в руке Господней И если он будет таким, Господь будет направлять его во всем То есть царь может выйти из повиновения Господу И тогда он будет слеп в своих путях Тогда он не будет знать, как именно поступать, как именно вести себя Но если он праведен, если он живет с Богом То Господь тогда будет направлять его сердце То есть по мере веры, по мере близости к Богу Человек приближается к тому состоянию, что Бог в сердце открывает ему правду И праведность, путь праведности Всякий человек кажется самому себе праведным Но Господь делает правыми сердца Действительно очень важная идея О том, что человек способен самого себя оправдать И, конечно же, удивительны эти слова Потому что мы-то сегодня, и я думаю, что Соломон тоже Прекрасно осознавал, что далеко не всегда он праведно поступал И возможны грехи Но в целом при наличии грехов Человеку все равно свойственно считать себя более-менее нормальным Приличным человеком Особенно здесь ему помогает грехосуждение Когда он смотрит на других и думает Ну вот я, может быть, и не очень хорошо себя повел Но вот есть же люди гораздо хуже меня Вот как они поступают И несправедливо, и жестоко И в своих глазах Человек, хотя и знает о своих грехах Все равно не считает себя самым плохим обычно И не то, что даже самым плохим А просто не способен вполне адекватно оценить свое состояние И вот опять продолжение идей, которая есть в прошлом стихе Господь делает правыми сердца То есть если человек приходит к Богу И оценивает не сам себя, а отдает себя в руки Божии И готов отзываться в своем сердце на то управление Которым Господь готов управлять этим сердцем На те действия, на те чувства На те духовные посещения Которыми Господь готов посещать человека Если человек отдает свое сердце Богу То Господь сделает правым его сердце Не в смысле, что он грешнику скажет Все, теперь ты праведник Речь, конечно, не об этом Господь наполнит сердца правдой И сделает такого человека праведником И далее третий стих особенно важен Творить правду и жить поистине Угоднее Богу, нежели кровь жертв Это мысль, которую потом Христос будет пытаться донести Книжникам и фарисеям И священникам в том числе То есть людям, которые внешние жертвы Посчитали более важными, чем жертвы сердечные Потому что творить правду и жить поистине Это тоже жертва Когда человек, например, не ищет собственной выгоды Когда человек, например, не боится лишиться чего бы то ни было Но продолжает жить поистине и творить правду И это внутренняя жертва И готовность к жертве Она важнее, нежели кровь жертв внешних Потом еще Соломон об этом будет говорить О лукавстве во время принесения жертв Гордый до наглости, жестокосерт Светильник же нечестивых грехи Вот светильник же нечестивых грехи То есть человек обычно ориентируется на свет Для человека свет является некоторым поводырем в жизни И вот для нечестивых их собственные грехи Являются таким светом в жизни Помышления прилежного направлены более к приобретению А всякий нерадивый склонен к растрате Ну, конечно, речь идет и о материальных благах И о благах духовных в первую очередь Приобретающий сокровища лживым языком Гоняется за суетным и попадает в сети смертные Только что в пятом стихе Соломон сказал Что помышления прилежного направлены к приобретению То есть к приобретению богатства Но тут же приобретающий сокровища лживым языком Гоняется за суетным и попадает в сети смертные То есть, да, нет ничего плохого в том, что ты приобретаешь богатство В том, что ты собираешь эти сокровища, духовные в первую очередь, но в рамках Ветхого Завета речь шла и о материальных сокровищах тоже. Но если ты делаешь это с лживым языком, если ты делаешь это нечестным образом, то никакой пользы от них не будет, и ты попадешь в сети смертные. Пагуба постигнет нечестивых, потому что они не хотят совершать праведных дел. Ну и здесь уже логическое завершение вот этой идеи, что если человек приобретает сокровища неправедным путем, лживым языком, то в таком случае тот, кто совершает нечестие, того постигнет пагуба, потому что он не хочет совершать праведных дел. Лукавым Бог посылает превратные пути, ибо дела его чисты и правы. То есть Бог посылает превратные пути, речь идет о том, что человек, который живет лукаво, он получает проблемы на своем пути. Бог стремится остановить его, с одной стороны, и ставит ему как бы преграды в его лукавстве. Но с другой стороны, сам человек выстраивает для себя эти преграды и усложняет свою жизнь. И поэтому, Соломон говорит, лучше жить в непокрытом углу, то есть жить вообще как нищий совершенно, нежели в украшенных комнатах и целом доме, но с неправдой. Девятый стих в синодальном переводе звучит несколько иначе. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Вот в переводе Юнгерова «но с неправдой». То есть речь идет не о жене сварливой, а речь идет о том, что лучше жить как нищий, чем жить с неправдой, но в богатом доме. То есть, конечно, шире значение этого стиха. И далее. «Душа нечестивого не найдет жалости ни у кого из людей». В 10 стихе синодальном переводе «душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». То есть здесь, в синодальном тексте, речь идет о том, что нечестивый не жалеет никого, даже своих друзей. В переводе Юнгерова речь идет о том, что нечестивого не пожалеет никто. Хотя тексты, очевидно, разные, но и тот, и другой по-своему правдивы. «Когда наказывается своевольный человек, неопытный делается мудрее, а понимающий мудрый приобретает знания». Ну, понятно, да, что когда человек глупый и греховный наказывается, то человек, который присутствует при этом и видит наказание в жизни грешника, он сам не идет по этим путям грешным. «Праведный понимает сердца нечестивых и презирает нечестивых за худые дела». То есть не надо думать, что в нечестии много мудрости и много глубины и что-то сложное. Грех несложен на самом деле, потому что после грехопадения человек во многом расположен к нему. Путь праведности, наоборот, трудный. Путь греха нетрудный. И праведный понимает сердца нечестивых и презирает нечестивых за худые дела. То есть не идет по этому пути, хотя для него большой мудрости и большой сложности в этом нет. «Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать бедного, тот и сам будет взывать и не будет услышан». Очень важный и интересный текст, потому что помощь бедному в Ветхом Завете одна из важных добродетелей. В законе прямо было прописано, что если ты жнешь и осталась часть-часть поля, лишние колосси, не заканчивай своего труда, не собирай всего. Если ты уронил колосси, не поднимай, потому что бедный придет и заберет. Если ты собирал плоды с винограда или с яблони, из чего бы то ни было еще, и они остались после того, как ты собрал, не заканчивай эту работу, не собирай. Была даже заповедь о забытом снопе, что если ты собирал на поле пшеницу или какие-то другие злаки, и вот сноп один ты забыл на поле, не забирай его, пусть придет бедный и пусть он его заберет. То есть Господь, конечно же, почитался покровителем бедных, но при этом покровительство это проявлялось через щедрость, через милость других людей. И вот кто затыкает уши свои, чтобы не слышать бедного, тот и сам не будет услышан. То есть человек, который не готов с милостью, с любовью, отзывчиво относиться к просьбам других, того не услышит Господь. В смысле, он, конечно же, услышит его, потому что он слышит даже тайные помышления. Но просьбы такого человека не найдет ответа в очах Божьих, потому что он сам не проявил никакой любви. И здесь вопрос не в том, что Бог оказывается мстительным или как-то специально наказывает человека. Сам человек так свое сердце расположил, что оказывается невосприимчив к любви Божией. И вот здесь вопрос, кстати, всегда ли, когда нас просят о помощи, мы должны помогать? На первый взгляд, на первый взгляд, это действительно так. Просит тебя человек, ты должен ему помогать. Но здесь подчеркивается, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать бедного, тот сам не будет взывать и не будет услышан. Чтобы не слышать бедного, не просто тот, кто отказывается от просящего. Потому что человек может просить, и это может быть неправдой. А кто отказывается помочь действительно бедному человеку, то есть проявлять явное жестокосердие, не просто трезвомыслие. Когда к нам подходит, например, пьяница, и мы знаем, что он собирает на то, чтобы дальше продолжить пить. Мы можем не помогать такому человеку дальше губить свою жизнь. Это может быть даже будет добродетелью. Но когда мы знаем, что перед нами действительно бедный человек, и мы отказываемся ему помочь, здесь мы проявляем жестокосердие и должны поступать, конечно же, наоборот. Тайный дар отвращает гнев, а жалеющий даров возбуждает сильную ярость. Тайный дар отвращает гнев. Речь идет о том, что человек, который способен оказывать милости бедным в тайне, будет помилован от Господа. А тот, кто жадничает, тот, кто жалеет даров, тот вызывает ярость. «Радость для праведных — соблюдать правосудие, но честный — нечист для злодеев». Интересно, праведники соблюдают правосудие, и сердца их от этого радуются. «Но честный — нечист для злодеев». Вот такой поразительный стих, такая поразительная идея, что человек, который честен, то есть поступает праведно. Для злодея он поступает неправильно, он совершенно извращает свои пути. То есть речь идет о том, что возникает целая параллельная нравственная вселенная, целый параллельный нравственный мир, и в нем добро оказывается злом, а зло оказывается добром. Пророк Исаия говорит об этом в пятой главе, что найдутся люди, которые будут тьму почитать светом и свет тьмою. «Человек, сбившийся с пути правды, водворится в собрание исполинов». Вот интересное слово, эти самые исполины. Это как раз речь идет о тех самых людях, которые были потомками сыновей Божиих, то есть потомков Сифа и дочерей человеческих, то есть дочерей Каина. Считалось, что вот эти высокие, крупные люди, которые иногда назывались гигантами, например, в Ветхом Завете, что они жили и иногда еще встречались вот в этих местах. Но синодальный перевод делает акцент на другом и показывает тем самым, что речь идет не о просто некотором собрании исполинов, и он помогает нам понять точнее идею этого стиха. 16 стих, 21 главы. Он звучит следующим образом. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». То есть исполины, вот те самые грешные люди, которые наполняли землю перед всемирным потопом, они погибли, и поэтому человек, сбившийся с пути правды, водворится в собрании мертвецов. То есть здесь синодальный перевод, он точнее позволяет понять, о ком же идет речь. Это люди, которые погибли, и человек, который сбивается с пути правды, погибнет. Иными словами. «Бедняк любит веселье, любящий вино и масло не обогатиться». Бедняк здесь не как образ страдающего человека, который беден и которому надо помочь. Это человек, который ведет праздный образ жизни, любит веселье, и он не сможет стать богатым, потому что он пропивает и проедает все. «Беззаконник, отребье для праведника». Конечно, здесь речь идет не об одежде, а речь идет здесь о ссоре и нечистоте. То есть беззаконник нечист для праведника. Ну то есть понятно, что указывается на несовместимость жизни беззаконной и праведной. «Путь правды и милости приобретает жизнь и славу. В укрепленные города входит мудрый и разрушает крепость, на которую надеялись нечестивые». Почему это происходит? Потому что с мудрым Господь, потому что мудрый знает, как нужно поступать в жизни. И дела неправедных, дела несправедливых людей так или иначе приходят к разрушению, приходят в плачевное состояние. «Кто хранит свои уста и язык, соблюдает от печали душу свою. Дерзкий и надменный, и хвостун называется язвой, а кто злопамятен, тот беззаконником». «Похоти убивают ленивого, потому что руки его не хотят делать что-либо». «Похоти убивают ленивого». То есть он желает действовать, но это желание, греховное желание, похоти, это не просто некоторое желание действовать. Похоти — это греховное желание, обычное желание плоти, удовлетворяя которой человек не работает руками, то есть не зарабатывает себе состояние, не выращивает себе хлеб, не устраивает своего дома. И вот похоти убивают этого ленивца, потому что они есть, а реальных дел нет. И далее. «Нечестивый всякий день живет худыми пожеланиями, а праведник милует и щедро подает». То есть нечестивый живет своими худыми пожеланиями и никакой социальной активности, как мы сегодня сказали бы, не проявляет. Живет ради себя, а праведник милует и щедро подает. И в таком случае жертвы нечестивых — мерзость перед Господом, потому что приносят их беззаконно. 27 стих в синодальном переводе несколько иначе звучит. «Жертва нечестивых — мерзость, особенно, когда с лукавством приносят ее». То есть в переводе Юнгерова мы видим просто потому, что приносят их беззаконно, то есть всякая жертва нечестивого — мерзость перед Господом, просто потому, что он приносит ее беззаконно. То есть он беззаконник, и Господь не принимает такую жертву. В синодальном переводе речь идет о том, что особенно это происходит тогда, когда нечестивый приносит ее с лукавством. То есть не всегда, что нечестивый может, наверное, поступить по-другому. Здесь синодальный перевод, еврейский текст, оказывается более милостивым, что ли. То есть он оставляет возможность человеку грешному принести жертву праведную или неправедную. А вот перевод Юнгерова не оставляет ему такой возможности. Просто сразу говорит мерзость перед Господом, потому что тот приносит их беззаконно. И далее. «Лжесвидетель погибнет, а человек покорный, будучи охраняем, будет говорить». 28 стих также отличается. «Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда». Вот здесь есть интересное уточнение. Будучи охраняем, то есть человек, который живет покорно, живет покорно воле Божией, он этим Богом охраняется, оберегается, и он продолжит жить. «А лжесвидетель, как непокорный Богу, потому что Бог запретил лжесвидетельствовать, погибает. Нечестивый человек бесстыдно стоит лицом, а правый сам понимает пути свои». 29 стих в синодальном переводе звучит иначе. «Человек нечестивый дерзок лицом своим». Здесь сказано «бесстыдно стоит», ну то есть бесстыдно стоит опять же, да, перед людьми, но это может быть не очень понятно. А здесь прямо сказано, что он дерзок в своем лице, а праведный держит прямой путь. Вот здесь правый сам понимает пути свои, сам понимает пути свои, а здесь он праведный сам знает, сам знает путь свой, держит прямо путь свой. То есть праведный идет праведной жизнью, идет праведной дорогой. «У нечестивого нет ни мудрости, ни мужества, ни совета. Коня приготовляют на день битвы, но помощь от Господа». Вот нечестивый, который лишен мудрости, мужества и совета, здесь в 30 стихе есть уточнение. «Нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу». То есть человек, который живет вопреки Господа, он лишается этого всего, потому что некому ему посоветовать вопреки Господа, никто не будет советовать вопреки Бога. И поэтому коня приготовляют на день битвы, да, коня приготовляют для того, чтобы выиграть, но помощь-то реальная от Господа. А здесь даже еще интереснее. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. То есть ты можешь готовить коня, это может быть, конечно, правильно и здорово, но не конь принесет тебе победу, а принесет тебе победу Господь. И вот дай Бог, конечно, и всем нам эту победу праведности над грехом в своей жизни одержать, да будет Господь нам в этом помощником. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok